Доброго дня и хорошего настроения! Доклад посвящен проекту внедрения 1S ERP Управления строительной организацией в компании Tecto Group. Проект реализовывался вместе с компанией Coderline в период с августа 2019 года по август 2020. Tecto Group – это девелоперская компания полного цикла, присутствующая на рынке с 1999 года. На данный момент суммарный портфель проектов составляет порядка 2 млн кв. м и более 10 тыс. реализованных квартир. Совокупная численность сотрудников компании – более 250 человек. В 2019 году в компании использовалось несколько систем от различных вендоров. Для управленческого учета использовалась устаревшая версия Microsoft Navision, для кадрового – Microsoft eStaff. Также использовалась система Anoplan, а для бухгалтерского учета была внедрена 1С-бухгалтерия. При этом управленческая отчетность формировалась в Excel. Имея подобный IT-ландшафт, мы столкнулись со следующими проблемами. Первое и самое основное – это необходимость двойного ввода документов. Это влекло за собой неточности и многочисленные корректировки при подготовке управленческой отчетности. Кроме того, сильно страдала скорость подготовки самой отчетности. В связи с этим было принято решение о переходе на новую единую платформу. Выбор был сделан в пользу 1С-предприятия, так как у 1С к этому времени появились решения, полностью охватывающие весь спектр интересующих нас задач. Что планировалось сделать в рамках проекта? Первое. Замени систему управленческого учета на базе Navision и Anaplana на современное решение на базе конфигурации 1С. В итоге набор конфигурации получился следующим. 1С УСО, ИТАН Управленческий баланс и Табула. Такой набор продуктов должен был привести к повышению степени интегрированности и доступности информации в IT-системах. 2. Исключить двойной ввод первичных документов в информационную систему. 3. Получить возможность формирования управленческой отчетности в один клик с возможностью дрилдауна до необходимого уровня детализации, например, первичного документа про вводки отчета или формулы. 1. Первым этапом проекта был объединенный этап обследования и моделирования, по итогам которого должна была быть получена модель учета в новой системе. 1. Первоначально планировалось реализовать весь функциональный объем проекта на конфигурации 1С ERP-UH. 2. Также изначально закладывалась интеграция системы управления проектами Primavera, но в ходе проекта от нее решили отказаться в пользу инструментов конфигурации от 1С Управления строительной организацией. По итогам первого этапа стало понятно, что в компании крайне высокий уровень специфичности параллельного управленческого учета и требований по гибкости и универсальности его настроек. Поэтому дальнейший анализ существующих на платформе 1С решений привел к следующим изменениям архитектуры. 1. Добавили блок бюджетирования на базе расширения табула. Это табличный редактор с гибкостью и логикой Excel, но на платформе 1С внутри информационной базы, позволяющей работать с объектами 1С напрямую и получать любые данные внутри одной базы. 2. Добавили систему ИТАН Управленческий баланс. В ней ведется управленческий учет на плане счетов, производится формирование и консолидация управленческой отчетности балансовым методом. Также в ИТАН реализовали подсистему согласования документов, документооборот и казначейство. Таким образом, итоговая архитектура на проекте представляла собой следующий набор решений 1С УСО, ИТАН и Табула. При этом в самой УСО была реализована подсистема кадрового учета и расчета заработной платы. В системе ведется аналитика участия в проектах организации и разделение зарплаты по проектам. Также сделан расчет зарплаты по схеме мотивации, получен сквозной расчет себестоимости по всем ЦФО и проектам без учета орг структуры. Кроме того, переработана система планирования, реализован учет процента выполнения строительных работ по приведенному объему. Причем планирование выполняется в приведенном объеме и фактические работы оцениваются в нем же. Теперь о том, с какими сложностями нам пришлось столкнуться в ходе выполнения проекта. Первое. Произошла смена учетной политики параллельно с запуском учета на базе 1С. Второе. Так как это был переход на новую платформу, довольно сложный был период адаптации пользователей к непривычному для них интерфейсу и, в целом, к иному подходу к автоматизации. Сотрудникам было сложнее переучиваться относительно проектов, где переходят с 1С на 1С. Далее. Потребовалось серьезные людские ресурсы для переноса остатков и их выверки, так как в ходе проекта произошло повышение требований к детализации учета. Например, учета взаиморасчетов в разрезе статей затрат и направлений деятельности. То же самое было на этапе запуска в части перестройки бизнес-процессов у сотрудников и требований к вводу информации. И последнее. Необходимость синхронизации работы УСОС под системами ИТАН и Табула. Изначально предполагалось единое решение без интеграции, но в итоге их пришлось реализовывать, причем силами сразу нескольких команд. Теперь про особенности проекта. Наверное, основной особенностью стала координация работы трех команд – Кадерлайн, Табула и ИТАНа. Фактически, координация трех команд проходила на фоне глубокой кастомизации УСО и требовала синхронизировать кастомизацию корректно, не вводя в противоречие дорабатываемой части системы. Также на проекте был внутренний технический надзор. Это привело к увеличению количества итераций согласования и их сроков с целью повышения качества результата. Практику применения технадзора на проекте считаем успешной. И пандемия. По сути, запуск системы проводился в карантин, в полностью дистанционном режиме. Про результаты. Главное, цели проекта были достигнуты. Проект признан успешным. Система Microsoft Navision выведена из эксплуатации. Повышена достоверность и скорость формирования отчетности. Минимизирован объем двойного ввода документов. Система запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в согласованный срок 1 апреля 2020 года. Запуск в промышленную эксплуатацию состоялся 1 сентября 2020 года. Доля затрат на реализацию запросов на изменения в бюджете проект составила менее 4,5%. Доля затрат на этап опытно-промышленной эксплуатации составила менее 13%. У меня на этом все. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...